Им водить корабли по морским трассам Им водить корабли по морским трассам 25 января свой профессиональный праздник отмечают штурманы ВМФ России 25 января день штурмана ВМФ о том, как осваивают специальность кораблевождения Беседа с начальником кафедры ТАВМУ им. С.О. Макарова капитаном 1 ранга Михаилом Сажаевым Михаил Иванович, за вашими плечами не один дальний поход И вы, основательно зная специфику штурманской службы, сегодня учите этому новую смену моряков Как начинался ваш путь в офицеры, как проходило становление навигатора О себе даже накануне славного праздника дня штурмана ВМФ говорить по меньшей мере не скромно Моя военно-морская биография самая обычная За 38 календарных лет прошел путь от курсанта Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С.О. Макарова Офицера-подводника дофлагманского штурмана соединения и объединения атомных подводных лодок Был главным штурманом Тихоокеанского флота Учился на высших специальных офицерских классах и в военно-морской академии Затем после активной флотской службы судьба подкорректировала мой штурманский курс Занимаюсь подготовкой штурманских кадров Служил в Санкт-Петербурге начальником кафедры кораблевождения на офицерских классах Затем начальником кафедры штурманской службы ВМФ военно-морской академии Сейчас во Владивостоке начальник кафедры кораблевождения в ТАВМУ им. С.О. Макарова Сам себе удивляюсь, штурманом себя чувствовал всегда И курсантом, когда осваивал будущую специальность в училище и на подводной лодке Когда отвечал за обеспечение навигационной безопасности корабля И когда стал флагманским и главным штурманом И когда организовывал ту же службу в соединении на флоте И сейчас, когда готовлю штурманов для кораблей и подводных лодок военно-морского флота Видимо, должности совпадали с призванием Настроем души Что самое важное в нашей работе? Трудно сказать Наверное, любовь и преданность профессии Своей штурманской биографии горжусь и дорожу Какие качества необходимы человеку, чтобы стать хорошим штурманом? И как подготовить настоящих профессионалов навигации? Об этом, думаю, наши газетчики знают не хуже меня Вы часто встречаетесь с корабельными штурманами Беседуете с ними Выведываете профессиональные секреты Вникаете в штурманские хитрости Рассказываете о них со страниц газеты Спасибо вам за это В штурманской деятельности офицеров и, конечно же, курсантов Хотелось бы выделить один из главных, на мой взгляд, аспектов штурманскую и морскую культуру Я сейчас говорю об одном из важнейших направлений воспитательной работы Нерегламентированных требованиями стандартов подготовки специалистов в морских учебных заведениях Воспитании будущих офицеров на лучших штурманских традициях Высокая военно-морская культура синоним надежности и безопасности плавания Здесь нет мелочей Все одинаково важное и образцовое содержание корабля И ухоженная материальная часть И опрятный внешний вид матросов И высочайший профессионализм экипажа И поведение военных моряков Прежде всего офицеров На корабле и на берегу И команды И управление кораблем И неукоснительное соблюдение требований корабельного устава И правил мореплавания Это всегда неразрывно связано Сплавлено с хорошей морской практикой Для того чтобы мореплавателям избежать многочисленных опасностей При нахождении кораблей в море Необходимо соблюдать правила и выполнять действия Выработанные многовековой морской практикой Например Правило считая себя всегда ближе к опасности Предостерегло и оградило от неприятностей многих моряков Курсантов штурманской специальности К лучшим традициям мореплавания В Тихоокеанском военно-морском училище Имени С.О. Макарова Приобщают с первых дней Знакомство с профессией штурмана Обучение зам навигации и кораблевождения На первом курсе происходит Не только на занятиях в учебных корпусах Но и на боевых кораблях ТОВ Для них организуется посещение кораблей Тихоокеанского флота Где будущие офицеры знакомятся с их техническими возможностями Условиями службы и быта экипажа На боевых постах и командных пунктах Им рассказывают и показывают все Что связано с будущей корабельной и штурманской службой В прошедшем году курсанты ТОВМУ участвовали в уникальном арктическом штурманском походе На учебном корабле Перекоп При первом посещении военного борта Важен выбор корабля для знакомства с ним курсантов Он должен быть из числа лучших на флоте По содержанию и организации службы Для курсанта-первокурсника Очень важно увидеть настоящий флотский порядок И высокую организацию корабельной службы Здесь будущие следопыты морских дорог знакомятся со штурманской рубкой Пройдет немного времени И многие из них займут пост На котором всегда под рукой навигационная карта С аккуратно выполненной навигационной прокладкой Навигационные руководства и пособия для плавания Прокладочный инструмент и другие принадлежности Необходимые для работы С первых шагов будущим офицерам важно усвоить Что морские средства навигации в штурманской рубке На ходовом мастике В геропосту должны быть ухожены Содержаться в идеальном состоянии Первое посещение корабля Знакомство с обязанностями штурмана Должно еще больше укрепить курсантов Правильности выбранной специальности Подогреть интерес к ней Показывать и пропагандировать штурманское дело Нужно конечно же не только на первом курсе Но и в последующие годы учебы Поэтому хорошей традицией на флоте Училище стало проведение накануне профессионального праздника Экскурсии на боевые корабли и подводные лодки Для курсантов младших курсов это малые корабли Ракетные катера, тральщики, малые противолодочные корабли Для старшекурсников надводные корабли и подводные лодки 1-2 рангов БДК, эскадренные миноносцы, БПК, крейсеры и новые современные корабли Кроме традиционного знакомства с боевыми кораблями и специальностью штурмана Курсантам дают представление об элементах службы экипажа Для них показывают корабельные боевые учения и тренировки на боевых постах Так, накануне дня штурмана ВМФ для курсантов штурманов 4-го курса ТАВМУ имени С.О. Макарова на Корвейте Совершенный под руководством командира корабля Прошли показательные учения корабельного расчета ГКП БИП Штурман По обеспечению навигационной безопасности плавания при выходе из порта Владивосток В сложных навигационных и гидрометеорологических условиях Курсанты увидели совместную слаженную работу командира корабля, штурмана, вахтенного офицера, рулевого, радиометриста, вахтенного офицера БИП и других членов корабельного расчета по обеспечению безопасности плавания Показывать курсантам лучше, учит на конкретных практических примерах В реальных морских условиях мы стремимся постоянно И это дает хорошие результаты Основы штурманского дела, полученные в стенах училища, помогают офицерам достичь желанных служебных высот в дальнейшей флотской службе Михаил Иванович, у вас за плечами огромный опыт, который вы передаете курсантам училища Как проходит этот процесс, меняются ли по настрою, ответственности курсанты? Что отличает нынешнее поколение макаровцев от прежних? Сохраняя лучшие традиции подготовки штурманов, основной упор делаем на практическую подготовку молодого пополнения Надо сказать, сегодня изменились требования к подготовке выпускников училищ Главный штурман ВМФ в подготовке выпускников штурманов поставил конкретные и серьезные задачи При выпуске из военно-морских училищ они должны быть подготовлены к самостоятельному несению штурманской вахты на корабле И эксплуатации морских средств навигации корабля К самостоятельному исполнению обязанностей по должности, на которую их готовили С первых дней службы на корабле молодой офицер, вчерашний выпускник Должен взять на себя всю полноту ответственности за выполнение обязанностей штурмана Задача для училищ сложнейшая, но решаемая Для этого, в отличие от курсантов других специальностей, курсанты-штурманы с началом обучения на пятом выпускном курсе уже знают На каком флоте, на каком корабле и в какой должности они будут служить За год до окончания училища начинается целевая подготовка курсантов на эти должности Пятикурснику назначаются руководители из числа флагманских и корабельных штурманов, которые становятся их наставниками Выдаются программы подготовки и зачетные листы с кораблей, на которых они будут служить Организуется подготовка непосредственно на боевых кораблях Там проходят стажировку и сдают зачеты, выходят в море Например, трое наших пятикурсников уже имеют опыт дальних походов на боевых кораблях Тихоокеанского флота Курсанты Олег Островерхов, Александр Москаленко и Владимир Сергеев за два месяца плавания сдали соответствующие зачеты и были допущены к самостоятельному несению штурманской вахты Только в море можно стать моряком, а штурманом без морских походов тем более стать невозможно Поэтому и походов для наших курсантов должно быть больше В 2018 году курсантам ТОВМИ повезло Мы участвовали в арктическом штурманском походе на учебном корабле «Перекоп» Впервые учебный корабль ВМФ прошел северным морским путем Честь пройти этим маршрутом выпала макаровцам Поход стал хорошей морской школой для курсантов, и прежде всего нынешних выпускников Положительный опыт оказался для многих прямой дорогой для службы после окончания училища на кораблях и подводных лодках Северного флота Высокая оценка командования позволяет планировать и в дальнейшем океанские походы курсантов на учебных кораблях Что же касается отношения нынешних наших питомцев к учебе, службе, то они ни в чем не уступают курсантам прежних лет Чтобы вы пожелали своим воспитанникам, будущим штурманам и своим коллегам Молодым офицерам надежных морских дорог, корабельным массам сложных и ответственных задач Чтобы на их достойное решение всегда хватало знаний и опыта, ветеранам службы сил и здоровья Позволяющих передавать штурманский опыт тем, кто выбрал непростую и прекрасную судьбу следопытов морских дорог Татьяна Ткаченко, фото из архива Михаила Сажаева